Ну, кстати, какая интересная жена. Прям как из Atomic Heart. Привет, друг. Буквально на днях вышел мод по игре престолов на третьих крестоносцев. Я люблю игру престолов. Нет, не последний сезон. Я даже читал книги, я играл в мод на вторых крестоносцев, так что пропустить такое событие я не мог. И я немного поиграл и решил поделиться своими впечатлениями. Но для начала надо ответить на важный вопрос. Можно ли поиграть в этот мод на русском языке? Я попробовал запустить мод на русском, но играть было некомфортно. Весь новый контент на английском, названия отображаются некорректно. Так что если вы привыкли играть на русском, лучше дождаться какого-нибудь неофициального перевода. Но перейдем непосредственно к моду. Он пока готов не полностью. В моде есть только Вестерос, а вот Эсос скрыт Туманом Войны. Поэтому если вы хотите завоевать 7 королевств за Денерис, или поиграть за Орду, Датаракийцев, или вам нравятся Безлики Бравоса, то придется подождать. В моде доступно 2 стартовые даты. Восстание Роберта Баратиона и начало его правления 2 года спустя. По сути первую дату можно назвать сюжетной, а вторую – песочницей. Хотелось бы, конечно, больше, наверняка многим хочется переиграть события книг и сериала, но создание стартовой даты – это огромная работа. На которую, видимо, у создателей мода пока что не хватило времени и энергии. Итак, Восстание Баратион. Я попробовал поиграть за обе стороны, и, как ни странно, за Таргариинов оказалось играть проще, потому что у них больше армия. В моде реализованы некоторые сюжетные события. Например, дуэль Рейгара и Роберта, или Башня Радости с рождением Джона Сноу, что в целом прикольно и добавляет игре ролевой составляющей. Окей, вот, похоже, скриптовое событие. Будет дуэль Рейгара и Роберта Баратиона. Так, и вот это интересно. Рейгар в битве победил Роберта Баратиона. Прощай, лорд Роберт. Да, мы видим, что Роберт умер. Теперь мятежников возгуляет Станис. Рейгар где-то в битве потерял ногу. Так что у нас теперь одноногий Рейгар. Роберт был разбит, а Рейгар отправляется к Башне Радости в Дорн. Так, и что ж, Лианна умирает, но она рождает Джона Сноу, и мы его сделаем Таргерианом, потому что мы выиграли, чего нам бояться. Да, и получается, мы переименовали Джона Сноу в Эммона Таргериана. Не знаю, почему так. Могу быть Джон Таргериан. Ведь понятное дело, что в такие моды люди играют, чтобы представить себе альтернативную реальность, в которой, допустим, Джон Сноу становится королем Вестероса. Но атмосферу восстания Баратиона передали не очень. В теории, лорды в этом моде могут выбирать, кого поддержать на войне. Но на практике ничего такого не было. Никто не менял сторону, и никто не вступал в войну в последний момент. Однако были и очень крутые моменты. Например, реку Трезубец, которая разделяет речные земли, можно перейти в строго определенных местах. И это, во-первых, соответствует игровому миру, во-вторых, так просто и интереснее. И в итоге, стоит ли играть в этот мод? Как по мне, да. Мод получился красивым, интересным, и даже с точки зрения игровых механик тут есть на что посмотреть. Правда, по-моему, он грузит систему сильнее, чем обычная игра, так что если вы играете на особом железе, как, например, я, стоит это учитывать. Напиши в комментариях, что думаешь по поводу этого мода, собираешься ли сам в него играть. Ставь лайк, если видео понравилось. И до встречи.